Вьетнамская девушка Вьетнам и Россия имеют глубокие поля И какие-то первые, наверное, ростки, знакомства, интересы к Вьетнаму и вьетнамцам Появляются в русской литературе, в публицистике, где-то во второй половине 19 века Плакаты, книги, рукописи очерков, репортажи, путевые заметки советских писателей-журналистов Вот, например, автограф стихотворения «Жди меня» Константина Симонова А рядом другое стихотворение, посвященное его вьетнамскому переводчику Этот цикл «Тебе и без тебя» – это самый его гениальный цикл стихотворений Текст как раз этого стихотворения, который был посвящен вьетнамскому переводчику И, можно сказать, транслятору творчества Симонова То Хио Часть документов для выставки предоставил Государственный архивный центр номер 3 в Ханое В том числе, особенно, это приказ нашего президента Хо Шимина Вручение названия героев труда Юрия Гагарина Подготовленное при участии сразу нескольких российских архивов И при поддержке фонда «История Отечества» Выставка знакомит и с засекреченными ранее документами ЦК КПСС Среди них переписка министров культуры двух стран Вьетнам просит прислать копии 26 советских художественных фильмов А вот официальные делегации, наоборот, считают не очень продуктивными И просят вместо них направлять профильных специалистов В 54-м в Демократическую республику Вьетнам была командирована съемочная группа режиссера Романа Кармена При выборе кинопленки они выбирают цветную кинопленку Хотя им все говорят, что черно-белая гораздо более устойчива и вам будет легче с ней Они говорят, нет, мы не можем снимать такие события и такую страну на черно-белую пленку Мы повезем цветную И они везут с собой 40 километров пленки Роман Кармен и два его оператора Владимир Ешурин и Евгений Мухин Снимали в течение 8 месяцев В том числе затерянную в джунглях подпольную деревню Хо Ши Мина Результатом стал первый совместный советско-вьетнамский художественно-документальный фильм «Вьетнам» На экран он вышел в 1955 году Президента республики товарища Хо Ши Мина Руководители правительства и партии трудящихся в Дьетнаме Впервые увидели после войны жителей освобожденного Ханоя Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова